Здравствуйте друзья, не так давно я делал обзор на энергомонитор на токовом трансформаторе Zemi Smart SPM01, позволяющим проводить бесконтактный съем данных по потреблению электроэнергии и отличающийся от своих аналогов компактным размером. Кто не видел его, ссылка в описании. Устройство мне понравилось и я сразу заказал еще два таких же, так как у меня трехфазный ввод. И на данный момент я успешно использую 3 SPM01. Но едва я успел их установить и настроить как вышла трехфазная версия SPM02. Суть устройства осталась та же, однако в случаях аналогичных моему он удобнее, так как это одно устройство а не три, не нужно создавать отдельный темплейт на суммарное потребление, кроме этого он существенно дешевле чем 3 SPM01. Как вы уже поняли Zemi Smart SPM02 и будет героем сегодняшнего обзора. Проведем его тестирование, проверим совместимость с системами управления и интеграциями Home Assistant. А перед тем как мы начнем традиционно, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей которым интересна тема умного дома и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. Тип устройства трехфазный энергомонитор, модель Zemi Smart SPM02. Интерфейс ZigBee 3.0. Тип подключения токовые трансформаторы. Максимальный ток нагрузки 63 Ампера. Измерение в обе стороны, как потребленной, так и выработанной энергией. Диапазон рабочих напряжений. Фаза 0, 110-240 В, фаза-фаза 208-415 В. Размер 53 на 46 на 21 мм. Поставляется устройство в небольшой картонной коробке с наклейкой, на которой нанесено название бренда, модель и тип устройства ZigBee. Существует и Wi-Fi версия. Внутри находится сам энергомонитор и небольшой вкладыш с инструкцией на английском. На ней описаны обозначения для цветов каждого из проводов и порядок подключения. Устройство имеет прямоугольную форму с тремя сквозными отверстиями, это токовые трансформаторы. Оно более компактное, чем аналоги. Но для того, чтобы пропустить провода через трансформаторы, их придется временно отключать. В то время как конструкция внешних трансформаторов позволяет их раскрывать и защелкивать на проводниках без их отключения. Корпус крепится на защелках, но в отличие от однофазной версии их больше, поэтому открыть его без повреждения сложнее. Кому интересно как выглядит токовый трансформатор, приведу изображение из обзора про SPM01. Здесь все то же самое, только внутри находятся три трансформатора. Располагать его можно как на входе, так и на выходе автомата разницы нет. Зависит только от наличия свободного места и удобства монтажа. Фазы маркированы на X, Y, Z, соответственно, нужно подключать три провода от энергомонитора. Красный к фазе X, зеленый Y и желтый Z. Сравнение размеров относительно обычного автоматического выключателя. Герой обзора достаточно компактный, в этом его главный плюс, он не требует много места в щитке. Устанавливается он над или под автоматом, отверстия колодцев ориентированы так, чтобы провода прямо через них шли на клеммы автомата. Поэтому и место на день рейке ему тоже не нужно. Лично для меня это была основная проблема, как разместить энергомонитор в электрощитке, когда места на день рейке уже нет. Решением оказался такой форм-фактор. Правда я не дождался выхода SPM02 и поставил 3 SPM01, а сейчас пока не решил стоит их менять на него или нет. Так как собрать все три фазы в одном месте за исключением электрощитка сложно, то для тестирования я подключил все провода к одной фазе, 0 в любом случае 1 к общей. Перейдем к логической части обзора и начнем с штатной системы управления TUI eSmart. Для подключения требуется ZigBee шлюз, в этом тесте я использую Neonass ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылку на обзор оставлю в описании. Для перевода энергомонитора в режим сопряжения нужно удерживать кнопку на нем, пока диод не начнет мерцать. После этого он подключается к шлюзу и будет отображаться как в общем, так и в списке устройств шлюза к которому подключен. Плагин похож на версию SPM01, за тем исключением что тут три окна, которые нужно перелистывать свайпом вправо для каждой из трех фаз. Тут отображается количество потребленной и сгенерированной энергии, ее баланс в случае если вы покупаете объемы пакетами и данные по текущему состоянию сети и потреблению. Для проверки я сделал небольшой тестовый стенд, позволяющий проверить работоспособность каждой из фаз. Стрелка на фронтальной части устройства показывает направление тока, которое будет считаться потребленным, если он будет течь в обратную сторону, прибор будет считать его выработанным. Сейчас по фазе Z течет ток который потребляет лампочка накаливания, проверим что изменилось в приложении. Для фаз X и Y ничего не изменилось, а фаза Z показывает потребляемую мощность в 72 ватта, точнее в 0,72 кВт, так как мощность тут показывается именно в киловаттах. Меню настроек потребления аналогично первой версии, тут есть настройка предоплаченного потребления, можно задать объем пакета купленной электроэнергии, есть опция обнуления баланса. Это меню общих настроек, тут много различных опций, в том числе тех которых не было у SPM01. Журнал ошибок и предупреждений, уведомление о слишком высоком потреблении, по умолчанию установлено 13 кВт, превышение максимального тока, установлен предел в 60 ампер. Следующая опция уникальная для трехфазной версии, предупреждение о разбалансировке потребления, лимит по умолчанию 15 процентов. Далее идут пределы по напряжению, предлагается использовать 253 для верхнего и 180 для нижнего порога, еще раз уточню это только предупреждение, отключать линию энергомонитор не может. Также есть возможность включить предупреждение о низком остатке объема оплаченной энергии и уведомление о задолженности. Есть опция предупреждающая о том, что обнаружен реверсивный ток. На момент выхода видео появилась новая версия прошивки, которая согласно описанию оптимизирует значение выработанной энергии, пока единственный способ ее обновить через шлюз Tuya Smart. В автоматизациях монитор может работать как в разделе если, триггеров и условий, так и в разделе тогда действий. Для первого доступно 7 вариантов параметров. Количество купленной и энергии на балансе, можно указать значение и указать тип сравнения, больше меньше или равно. Можно отслеживать события сброса энергии на балансе. Есть и событие переключения предоплаченного объема электроэнергии. Количество потребленной и выработанной энергии. Последняя опция ошибки дает возможность реагировать на почти 20 различных вариантов событий, доступности, выход параметров за заданные пределы и так далее. В разделе действий параметров значительно меньше, так как это все-таки мониторинговое, а не исполнительное устройство. Можно переключить режим предоплаченной работы, сделать сброс энергии на балансе и задать ее объем, например при автоматической ежемесячной оплате. Производитель не заявлял совместимости с другими системами управления умным домом, но такая проверка неизменная часть каждого моего видео. Для работы в Google Home, напомню, нужно через меню добавления устройства совместимого с сервисами, подключить свой аккаунт Tuya, после чего в системе будут появляться все поддерживаемые гаджеты. Энергомонитор очевидно к ним не относится, так как его тут нет. Для проверки работы с Apple HomeKit я использую Home Assistant и интеграцию HomeKit контроллер, который эмулирует работу центра управления умным домом. Шлюз, который сейчас управляет энергомонитором, подключен к ней. Но, как вы видите, никаких данных о новом устройстве тут не появилось. Таким образом, мы плавно подобрались к Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya, которая работает примерно по тому же принципу, что и Google Home через облако. Однако, тут список поддерживаемых устройств больше и энергомонитор в нем отобразился. Всего доступно 10 параметров. Общая потребленная энергия и ток мощности напряжения для каждой из трех фаз. Отсутствуют данные по реверсивной энергии и опции по предоплаченной работе, которая есть в приложении. Кстати, само приложение работает параллельно с таким подключением. Кого не устраивает работа через облако, используют локальные системы управления умным домом, например Home Assistant. Кроме уже рассмотренных интеграций, работающих с родным шлюзом экосистемы Tuya, он умеет работать с ZigBee устройствами и напрямую, причем есть несколько вариантов. Начнем с штатной интеграции ZH, с которой я использую ZigBee Stick Sonoff ZB Dongle E. Переводим его в режим подключения, а на энергомониторе зажимаем кнопку пока не начнет мигать светодиод. Устройство появилось в окне поиска, однако отдельных объектов с которыми и работает система тут не наблюдается. Собственно так оно и есть. На момент выхода этого видео ZH не умеет работать с SPM02, есть только скрытые по умолчанию параметры соединения и информация о том, что он является роутером. Теперь перейдем к ZigBee2 MQTT. Актуальная на дату видео версия 1.32.2. В качестве координатора используется USB ZigBee Stick Sonoff ZB Dongle P. На момент проведения теста эта версия энергомонитора также определяется как неподдерживаемая в системе. Сейчас мы разберемся как решить этот вопрос. На официальном сайте ZigBee2 MQTT имеется информация как о версии SPM01, так и о герое обзоре SPM02, так почему же он не определился. На гитхаб проекта, файле конвертеров для устройства Tuya, ссылку на него я оставлю в описании, ищем по номеру модели SPM02. Тут есть два устройства, оба с номером модели TS-0601, но с разными номерами производителей. В одном случае с цифрами 204, во втором 200. Но первым указан 204. Герой обзора по своему идентификатору совпадает с вторым устройством из конвертера, но при этом не поддерживается. Обычно это говорит о том, что его поддержка появится в следующем обновлении ZigBee2 MQTT. Но пока его нет, придется добавить устройство через конвертер. Код конвертера есть в оригинальном файле, проще всего использовать его, нет необходимости придумывать что-то новое. В папке, в которой находятся конфигурационные файлы ZigBee2 MQTT, создаем новый пустой файл с расширением GS. В качестве имени я обычно использую ID производителя. В конвертере используется стандартное для устройств Tuya начало, содержащее необходимое для его работы пути и завершение. В середине используется код штатного конвертера. Коллекция внешних конвертеров, которые можно использовать как шаблоны, включая этот, доступна на моем гитхаб, ссылка в описании. Убеждаемся, что ID моделей производителя совпадают с вашим устройством. Для Tuya это частая ситуация, когда одинаковое функциональное, а иногда и внешнее устройство, имеют разные коды производителя, тогда и приходится прибегать к помощи конвертеров. В данном случае это точно временное решение, так как код уже есть в официальном конвертере. В интерфейсе ZigBee2 MQTT в меню настроек, ищем пункт внешние конвертеры и добавляем его указав только имя файла. Отправляем обновленные данные, после чего аддон нужно будет перезагрузить. После этого устройство будет поддерживаться и даже подтянулась корректная картинка, так как данные о нем уже есть в официальном конвертере. Вот страница экспозиции. Что интересно, все три фазы физически подключены к одной, а данные по напряжению иногда немного отличаются. Тут может быть две причины. Погрешности измерителей, они разные для каждой фазы, либо они обновляются не одновременно. Кроме этого, есть данные по потреблению току на каждой из трех фаз. Значение энергии тут две, потребленная и выработанная. Что касается различных уведомлений и предупреждений, это делается на уровне автоматизации. Еще одно сравнение с той же лампочкой накаливания. Сейчас провод идет через фазу Z, мощность 73 Вт, ток 0.322 А. А теперь я провел тот же провод через соседний токовый трансформатор Y, и тут те же самые 73 Вт и 322 А. В Home Assistant, куда устройство попадает через интеграцию MQTT, в разделе сенсоров те же самые 11 параметров, напряжение токи потребления по каждой из фаз и общее значение потребленной и выработанной энергии. В разделе диагностика, скрытое по умолчанию, значение уровня качества сигнала и параметры LastSync последнего отклика от устройства. Логичное продолжение серии после выхода однофазной версии устройства на три фазы. Одно устройство и проще, и банально дешевле, и сразу на аппаратном уровне дает общее значение потребленной и выработанной электроэнергии. Если нужно разделение по фазам, то можно сделать при помощи утилити-метр и интеграла Риммана. Энергомониторами первой версии я пользуюсь более месяца, сделал на основании их показаний дублирование данных с квартирного счетчика. Работает стабильно, небольшая погрешность есть, но она на мой взгляд больше связана с логической частью, чем с данными самих счетчиков. У меня есть несколько идей по этому поводу, пока провожу эксперименты. Что касается штатной интеграции Home Assistant, которая называется Utility Meter, то уроки по ее использованию и возможностям вы найдете в описании под видео. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, они помогут другим людям найти этот обзор. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления. В описании под видео вы найдете ссылки на магазины, где можно заказать этот энергомонитор, другие видео упомянутые или соответствующие этой теме, мой телеграм-канал и фейсбук страницу, а также группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok